В одной из чебоксарских квартир прошлогодняя новогодняя ночь чуть не закончилась трагедией. Напомним, из-за запуска пиротехники загорелся балкон в одной из многоэтажек. Как предотвратить подобное и обеспечить безопасность во время новогодних праздников, обсуждала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Вот что бывает, если запускать фейерверк во дворе жилого дома. Сотрудники МЧС, органы власти напоминают, взрывать петарды необходимо на специальных площадках. В чебоксарах таких 55. Запуск фейерверка в незакрепленных местах подвергается административной ответственности. Какого будет контроля, как мы будем людей заставлять выходить на эти площадки? Начиная с прошлого года, активнее в этот процесс включилась полиция. Здесь нужно отдать им должное. Больше порядка стало. Покупать фейерверки и петарды необходимо в специализированных магазинах, у которых есть сертификаты соответствия. По городам проходят рейды. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции территориальных органов выявлено 20 административных правонарушений в сфере оборота пиротехнических изделий. Это факты несоблюдения условий по исключению доступа покупателя к пиротехническим изделиям, факты реализации пиротехнических изделий с истекшим сроком годности, реализация пиротехнических изделий без сертификатов, соответствия осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации, ну и несанкционированной торговли. Другое направление обеспечения безопасности в местах проведения новогодних мероприятий. МЧС совместно с другими ведомствами до 25 декабря проводит проверки школ детских садов-домов культуры. Сотрудники учреждений проходят дополнительные инструктажи. Праздники, можно сказать, это не для нас. Мы должны для людей, для простого народа создать эти условия, а сами должны в праздничные дни работать и согласно графике дежурства, и, соответственно, каждый руководитель должен нести персональную ответственность. Безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий должна быть превыше всего. Эта задача требует от ответственных должностных лиц предельной мобилизации всех сил. Час-икс уже наступило. В скверах и парках новогодние представления уже начались. С понедельника в школах Чебоксар стартуют утренники. А 26 и 27 декабря пройдет республиканская елка, куда приглашены более полутора тысяч детей. Татьяна Лютева, Павел Рядков, Республика.